что этот семинар проходит под эгидой научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени Ломоносова и журнала «Альтернативы». Я буду сегодня модератором данного семинара. Меня зовут Рафаэль, моя фамилия Абдулов, а научным руководителем является Бузгалин Александр Владимирович. Я хотел бы вам предоставить слово, поприветствовать Александра Владимирович. Да, коллеги, добрый день. Я рад приветствовать докладчиков. Хотел подчеркнуть, что некоторое ограничение количества людей в Zoom связано с проблемами, которые у нас возникали, когда мы делали открытый формат. И сейчас мы с вами работаем не только в рамках нескольких дюжинных человек, но и на большую аудиторию. Предыдущий семинар у нас получил, я не помню, сколько, очень много сотен просмотров и серьезную реакцию. Есть возможности для публикации материалов нашего семинара в виде обзоров в академических журналах и в журнале «Альтернатива». Поэтому наша работа – это большое дело на будущее и для хороших результатов. Я искренне рад и благодарю докладчиков и Рафаэля за инициирование этой встречи. Давайте продолжим. Спасибо, Александр Владимирович, за ваши теплые пожелания. Да, напоминаю, что в семинаре его запись будет выложена на YouTube-канале «Альтернативы». Итак, сегодняшняя тема, я еще раз повторюсь, посвящена развитию марксизма в Латинской Америке. Тема, мне кажется, очень актуальной. Дело в том, что латиноамериканские страны приобрели независимость давно, еще в XIX веке, но и с тех пор там установился капитализм. И по продолжительности своего развития может сравниться со многими европейскими странами. Однако капитализм там какой-то странный, не похожий на европейский, не похожий на западный. И, конечно же, это является такой важной почвой для анализа и развития марксизма. Он там оригинальный, и мне видится, есть чему поучиться. Сегодня у нас будет три докладчика. Это Робеджан Александра Завеновна с докладом марксизма Эрнеста Гевара и современной Кубы. Борейко Антон Владимирович, Боливарианский альянс, альтернативная интеграция в Латинской Америке. И Зи Йова Элина Викторовна, новые левые движения Тупомарос в Уругвай. Я думаю, сначала послушаем Александру, потом, если Антон не возражает Элину Викторовну, а потом уже Антона Владимировича. Здравствуйте, товарищи. Нет, не возражаю ни в коем случае. Спасибо. Да, это будет какая-то хронологическая последовательность, потому что сначала случилась, как известно, Кубинская революция. Она так гальванизировала многие. Ох, да, что-то со мной случилось. Я пропал. Включить мое видео. И, в общем, да, чтобы не затягивать вступление, Александра, я предоставляю вам слово. И давайте договоримся тогда около 15 минут. За одну минуту примерно я вас буду напоминать об этом, а потом, чтобы мы смогли подискутировать по окончании каждого доклада. Если вы не возражаетесь, не возражаете, давайте начинать. Александра, вам слово. Добрый день. Меня слышно? Да, 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 слышно. Хорошо. Так, тогда я также запускаю презентацию. Подтвердите, пожалуйста, что презентацию видно. Да, все прекрасно. Хорошо. Да, видно. Ага, прекрасно. Во-первых, большое спасибо за возможность. И большое спасибо, что выбрали именно эту дату. Потому что вчера было ровно 60 лет с того момента, как Фидель Кастро провозгласил социалистический характер кубинской революции. И сейчас на Кубе проводится восьмой съезд коммунистической партии Кубы. И многочисленные коммунистические партии всего мира, а также в целом мировое сообщество. Внимательно следить за тем, что происходит. Но сегодня мне бы хотелось затронуть несколько иную тему. Вернее, конечно же, связанную с тем, что происходит на Кубе сейчас. Но несколько под другим углом. Я в целом являюсь сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. И там мы изучаем регион в целом. И я понимаю, насколько вообще марксизм действительно актуален для тех реалий. И в том числе достаточно актуальным является и идейное наследие Эрнеста Гевары, которому и посвящена моя сегодняшняя презентация. Мой сегодняшний доклад. И вместо предисловия хотелось бы просто несколько слов сказать о том, а почему вообще можно и нужно ли говорить о марксизме Эрнеста Гевары. Мы все привыкли воспринимать этот образ как образ революционера, как образ, возможно, интернационалиста, как образ партизана, как образ, не знаю, бунтаря. Мы видим этот образ повсюду, начиная с каких-нибудь билбордов, заканчивая рекламами по телевидению или футболками людей, которые на самом деле плохо представляют себе даже какие-то общие сведения о жизненном пути Эрнеста Гевары. Как мне кажется, за всей этой совокупностью разных образов теряется сущностная характеристика Эрнеста Гевары, которая заключается в том, что он в действительности был марксистом. И, конечно, сейчас можно, наверное, много начать говорить о том, а кто же такие марксисты, являются ли марксистами те, кто себя причисляет к марксистам. Но давайте просто посмотрим на некоторые его идеи. Но прежде чем начать непосредственно их изучение, я предлагаю в целом посмотреть о том, как он практически был связан с Кубинской революцией, чем он занимался и где конкретно он воплощал часть своих идей на практике. Дело в том, что после победы Кубинской революции перед революционным правительством стоял ряд таких сложных задач, которые были логическим следствием экономического, социально-экономического и политического развития Кубы в 50-х годах. Среди этих задач, во-первых, преодоление зависимости от иностранного капитала, преодоление негативных последствий монокультурной экономики. Кубинская экономика зависела от выращивания сахарного тростника. Также такие задачи, как ликвидация латифундизма, проведение так или иначе индустриализации, что подразумевало и диверсификацию производства. Также в целом, естественно, поднятие общего уровня жизни населения. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но есть исследования, которые показывают, что в действительности большинство населения Кубы, особенно те люди, которые проживали вне столицы, они жили, в общем-то, в ужасных условиях, и эксплуатация труда была достаточно высокой. И революционное правительство 16 апреля 1961 года окончательно принимает решение о том, что пойдет по пути социализма. Первыми шагами еще до этого момента там была аграрная реформа, затем вторая аграрная реформа, ряд национализаций, и стоял вопрос о том, как дальше вообще двигаться, какими методами осуществлять вот эти вот задачи, о которых я сказала. И, естественно, команда революционеров была разнородной, и среди них не было общего консенсуса о том, как конкретно двигаться, но Эрнесто Гевара был одним из тех людей, кто попал в правительство, и в определенный момент он был назначен министром промышленности. Это, в общем-то, изначально он работал в институте аграрной реформы, но в феврале 1961 года было создано отдельное министерство, которое он возглавил. И, работая в этом министерстве, он на практике воплощал те свои идеи, то свое представление о социалистическом строительстве, которое я развивал в параллель. И здесь стоит, наверное, обратиться непосредственно к его корпусу работ. Это нельзя сказать, что это большое количество каких-то вот произведений, но это ряд статей, это выступления, то есть речи, это письма. И работая с этим корпусом, я обнаружила, что действительно можно найти много достаточно подробных размышлений о социалистическом строительстве именно в марксистском ключе. Стоит в целом сказать, что видно, что Гевара был очень серьезно погружен в литературу, в том числе литературу марксистскую, он очень хорошо познакомился с ключевыми работами Маркса, Энгельса, также Ленина. Ему были не чужды дискуссии, уже ему современные. Он и Сартер читал, и Сальдюсером был знаком, и Мао он лично знал и читал его. И вот на слайде выведена одна цитата, которую, как мне кажется, можно в общем привести для того, чтобы охарактеризовать то, как он воспринимал социализм. Он считает, что социалистическая страна – это та страна, где уже полностью ликвидирована эксплуатация человека человеком, где все средства производства находятся во власти государства, и где начинается великий скачок, последний решающий скачок, который до сих пор вело человечество в переход к коммунистическому обществу, в обществу без классов. Ну, сразу же бросается в глаза вопрос, что здесь упоминается эксплуатация, здесь упоминается и роль государства, и фактически речь идет о том, что необходимо провести обопчисление средств производства, тем самым изменить способ производства, и, ликвидировав отношения эксплуатации, вывести на новое качество в целом человека, человек должен перестать быть товаром, должен перестать продавать свою способность к труду на рынке, и тем самым начать преодолевать товарный характер производства. Дело в том, что в дальнейшем Гевара уже на практике переходил к более радикальным позициям, то есть он, исходя из каких-то базовых марксистских положений, в том числе о товарности и о категориях, которые маркс вводит в капитале, он предложил свою систему бюджетного финансирования, которая была альтернативой для другой системы, которая в это же время имплементировалась в других министерствах, в том числе в Национальном институте аграрной реформы. Эта система называлась самофинансированием на клубе, она была похожа на то, что в Советском Союзе называли хозяйственным расчетом. И, как мне представляется, чтобы попытаться коротко характеризовать вот это основное противоречие между системой бюджетного финансирования и самофинансированием, следует обратить внимание на вопрос о том, что является ключом социалистического развития с точки зрения Гевары. И в одной из статей, где он характеризует систему бюджетного финансирования, он пишет такой замечательный момент, у него фигурирует, я бы хотела, наверное, даже прочитать это, то, что у меня вынесено на слайд. Гевары пишет о том, что мы отрицаем возможность сознательного использования закона стоимости, исходя из отсутствия свободного рынка, который автоматически отражал бы противоречия между производителями и потребителями. Отрицаем применимость категории товара в отношении между государственными предприятиями и считаем все эти предприятия и учреждения частью большого единого предприятия государства. Закон стоимости и план – это два понятия, связанные противоречием и его решением. Таким образом, мы можем сказать, что централизованное планирование – это способ бытия социалистического общества, его определяющая категория, тот рубеж, где человеческое сознание достигает, наконец, возможности обобщить и направить экономику к своей цели – полному освобождению человеческой личности в рамках коммунистического общества. Курсив и жирным выделено – это моя правка. О чем здесь, в принципе, говорит Гевара? Ключ к разворачиванию новой системы категорий, социалистической, та система категории, которая будет характеризовать социализм – это централизованное планирование. И в связи с этим он делает ряд практических выводов. Предприятия должны составлять единый комплекс, между ними не должно происходить никаких товарно-денежных отношений и никакие категории капиталистические, категории, применимые к простому товарному производству и уже капитализму – эти категории в социалистической экономике применяться не должны. Это любопытно в связи с тем, что на слайде у меня также выведена фотография, возможно, Рафаэль подскажет даже, кто изображен. На слайде изображен советский экономист Хессин. Дело в том, что в это же время в Советском Союзе идет похожая дискуссия, и Хессин тоже пишет о том, что в планировании состоит вот этот ключ, та самая клеточка, из которой будет выведена система категорий для социалистического способа производства. Мне показалось интересным это совпадение. В общем-то, на самом деле, если посмотреть ту статью, где Хессин пишет об этом, эта статья была опубликована, если не ошибаюсь, в вопросах экономики, в том же самом 64-м году, только несколько позже. Если вот на слайде вы видите, эта цитата в оригинале находится в статье, которая была опубликована в феврале 64-го, то буквально через несколько месяцев о том же самом пишет Хессин уже в Советском Союзе. И мне представляется, что такое вот, скажем так, сравнение и совпадение, в действительности не являющее совпадением, оно не случайно, оно закономерно. То есть разный опыт социалистического строительства включает в себя попытку разработать систему категорий социалистического способа производства. И эта система категорий базируется на том, что нам нужно найти некоторую базовую категорию, из которой будет дальше разворачиваться вся остальная система. При этом данная позиция, она очень, как мне кажется, представляет собой такой последовательный марксизм, поскольку здесь, из этой позиции абсолютно невозможно вывести положение о том, что социализм может представлять из себя специфическую форму товарного хозяйства. Отсюда невозможно вывести рыночный социализм. И, как мне представляется, в современной литературе, если мы посчитаем, она очень обширная, об Эрнесто Гевари, этот момент, он постоянно затушевывается. О нем мало пишут, мало говорят, и стоило бы в большей степени проблематизировать вот эту позицию. В том числе и в контексте уже Кубы современной. Потому что при всех ее достижениях, как мне кажется... И, Рафаэль, подскажешь, сколько у меня примерно времени остается? С удовольствием, две минуты. Александра, ну можно чуть-чуть... Это я так... Надо добавить. Ага, ну я просто потихоньку уже к некоторым выводам. Больше связать с современной Кубой, потому что, возможно, это такой вопрос более актуальный. Не совсем понятен вектор развития современной Кубы. Потому что, к сожалению, 90-е годы и трагедия развала Советского Союза были огромным ударом для кубинской экономики и для вообще самого кубинского общества. И если 90-е годы вошли в литературу как особый период в мирное время, то есть такой период тяжелый, схожий с военным, и ввиду этой ситуации... То есть я поясню, что развал Советского Союза привел к тому, что кубинский ВВП значительно сокращается, более чем на 30%, более чем на 70%. Сокращается ее внешний торговый оборот в связи с тем, что Куба в основном во внешней сфере взаимодействовала со странами социалистического лагеря. Обрываются поставки, и, естественно, кубинская экономика находится в тяжелом кризисе. И тогда началось внедрение некоторых преобразований, в том числе и ослабление, послабление в области рынка. На тот момент это рассматривалось как необходимое зло, как такие инструменты, без которых кубинская экономика не могла бы просто выжить, ввиду того, что она осталась островком социализма в мире, не считая пары государств. Еще в 2000-е годы и уже современность, эта ситуация несколько иная. В 2000-х годах в целом экономика восстановилась, и кубинская экономика показала ряд своих преимуществ и сильных сторон. До сих пор мы все знаем о сильной кубинской системе здравоохранения, которая известна не только тем, что она обеспечивает комплексную систему здравоохранения для всех кубинцев, но и тем, что кубинские врачи осуществляют миссии интернациональной солидарности по всему миру. В том числе и сейчас в условиях пандемии кубинские врачи отправились даже в развитые страны, такие страны, как Италия или Андорра, для того, чтобы в кризисный период, когда капиталистическая экономика, той же Италии, не справляется, ее оптимизированная система здравоохранения не может обеспечить выживаемость людей, кубинские врачи едут туда, чтобы помочь. И это также и система образования, и ряд других сильных черт кубинской экономики. Конечно, не могу не вспомнить о том, что кубинцы сейчас разрабатывают пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это на самом деле феноменально, учитывая, что это все-таки экономика развивающаяся, что это все-таки страна третьего мира, и это, в общем-то, единственная страна Латинской Америки, которая работает, серьезно работает над вакцинами от коронавируса. И план у них достаточно серьезный, они планируют вакцинировать все свое население в текущем году. Тем не менее, уже с шестого съезда партии, это одиннадцатый год, заметен крен в сторону внедрения рыночных элементов в экономическую систему. И в этом смысле я хочу там скорее, наверное, завершить, поскольку времени не так много, вопросом, а что сказал бы Эрнесто Гевара, находись он сейчас с нами, и если бы он видел вот современную Кубу и то, что там происходит. Конечно, его очень уважают на Кубе и его постоянно цитируют, но хотелось бы подчеркнуть, что из всего его идейного наследия чаще всего цитируются несколько другие фрагменты, а не те, о которых сегодня несколько слов удалось сказать мне вам. Скорее, это его идея о новом человеке, о том, что партия не должна отрываться от масс, о борьбе с бюрократизацией, ряд других идей, но это не вопрос, не проблема сочетания плановых и рыночных элементов в процессе социалистического строительства. Тем не менее, кубинцы настаивают на том, что они являются страной социалистической, они строят социализм, они говорят о специфическом кубинском социализме, что тоже скорее нововведение уже 21 века, и нельзя сказать, что об этом в таких масштабах говорили в годах 70-х или 80-х, то есть вплоть до 90-х годов. И последний вопрос, который тоже на слайд выведен, это «Серемускому Эльче? Мы будем такими, как Че?» Это лозунг пионерской организации кубинской, которая в этом году исполнила 60 лет, буквально несколько дней назад, в начале апреля. И вот мой вопрос, насколько нам или кубинцам удастся быть такими, как Че, насколько его комплексно воспринимают современные кубинцы, я думаю, что это было бы интересным исследованием, которое можно было бы провести молодым марксистским ученым, которые занимаются Латинской Америкой, или которые в целом интересуются латиноамериканским регионом и марксизмом в глобальном плане. Наверное, это все, поскольку все-таки формат достаточно короткий. Возможно, доклад вызвал какие-то вопросы или комментарии. Я думаю, что можно попробовать сейчас обсудить в любом формате. Спасибо большое, Александр. Да, я вас боялся перебить, потому что было интересно послушать ваше заключение. Действительно очень интересная и тема актуальная. Я хотел бы прежде всего спросить у участников семинара, есть ли вопросы к докладчику, к Александре, по поводу вышесказанного, вышеизложенного. Так, я не вижу пока вопросов. Да, у меня есть вопрос. А, Элина, да. Александр, спасибо за интересный доклад. Я хотела бы тебя спросить. Скажи, пожалуйста, современное внедрение ручных элементов в экономику куба на данном этапе, это временный какой-то процесс, например, как в Советском Союзе воспринимался НЭП, или же это уже что-то постоянное? Как ты считаешь? У меня тоже будет, наверное, вопрос, но прежде просьба к Александре найти время и вот все то же самое рассказать на протяжении часа в качестве лекции для нашего канала. Вот просто ничего не добавляя с той же маленькой презентацией, но просто поподробнее и спокойно, потому что очень важный материал. Второе, спасибо за упоминание Николая Владимировича Хессини. Это действительно очень важная параллель. И третье, у Че Гевары были или нет какие-то связки между планированием и проблемой развития человека, то, что я бы назвал на философском языке снятием отчуждения. Вы говорили, что он был знаком с работами французских экзистенциалистов, марксистов 60-х годов. Это действительно так. Ну, это такой тонкий вопрос. Я не уверен, что можно найти какие-то следы в творчестве Че Гевары, даже если его прочитать от А до Я. Но вдруг у вас есть какая-то информация на эту тему. Просто с теоретической точки зрения это было бы до чрезвычайности интересно. И что касается последнего вопроса, который Элина тоже самое задала. Встречали вы или нет какие-то официальные оценки развития рынка на Кубе? То есть это действительно воспринимается как необходимое зло, без которого нельзя, или как добродетель, который тоже есть часть социализма. Это один из принципиальных вопросов и теоретических, и практических. Спасибо. Да, Александр, тогда уж и я дополню весь этот корпус вопросов. И у меня такая книга попалась, это Кагарлицкого. И я вспомнил, что вот он описывал так революции, что любая революция на какого-то протяжении ее ждет реставрация. Но я так упрощаю его мысль, может, Борис Юрьевич со мной бы не согласился. Значит, французская революция проходит фазы. Жирандизм, якобинство, термидор, эпоха имперской экспансии, реставрации старого режима. И вот так это мне вспомнилось. Значит, можно ли говорить, вот если все-таки рынок будет доминировать, что Кубу ждет реставрация, реставрация капитализма? Вот это, наверное, в общем-то не новый вопрос, а такое уточнение. И, конечно, что ждет действительно Кубу, потому что вот еще новость была, что Рауль Кастро вчера, по-моему, подал в отставку, и действующий президент страны Мигель Диас-Канелло, да, он станет, возглавит и, наверное, коммунистическую партию. Вот. Вам слово. Большое спасибо за вопросы. Ну, наверное, начну вот с этой темы все-таки, что ждет Кубу, и можно ли там какие-то параллели с НЭПом проводить. Дело в том, что, как мне представляется, параллели с НЭПом можно было бы проводить, говоря о Кубе 90-х годов. Скорее, именно особый период в мирное время – это такое ручное управление, когда было непонятно, что делать, и это внедрение некоторых рыночных элементов и сворачивание планирования, которое, безусловно, началось тогда. Дело в том, что кубинцы изначально, они, ну, если говорить о 60-х, планирование у них формировалось. Далее, уже 70-е годы после вступления в 72-м году в СЭФ и после 75-го года первого съезда коммунистической партии Кубы, они начинают принимать пятилетние планы. В принципе, похожая система внедрялась, как в Советском Союзе. Они в 90-е годы пятилетние планы принимать перестали. И сейчас они планируют, но они планируют на год. При этом планировать достаточно сложно. В 90-е годы вот это вот ручное управление, как мне кажется, можно было бы называть вот таким аналогом НЭПа. В 2000-е годы наступил период, когда так называемая битва идей. Это, в общем-то, такой лозунг, брошенный Фиделем Кастро. Ну, там был ряд политических событий, с этим связанным. Но если говорить об экономике, то вот те рыночные реформы, ну, условно рыночные, да, это все-таки очень фрагментарно, но все-таки рыночные, которые вводились в 90-е годы, в том числе внедрение индивидуального предпринимательства, какие-то такие вот вещи, они значительно ограничились в начале 2000-х. И, в общем-то, Фидель, да и его партия в целом часто говорили о том, что есть ряд, ну, таких принципиальных вещей, за которые необходимо все-таки стоять, да. И в том числе вот это вот планирование, оно рассматривалось как один из таких столбовых элементов. Дело в том, что в дальнейшем как и развитие экономики, так и ряд некоторых там внешних обстоятельств, в том числе и там проблемы в интеграции, о чем нам, наверное, подробнее расскажет коллега Антон, который занимается Боливарианским альянсом, привели к тому, что было очень сложно продолжать, скажем, ограничивать рыночные начала в экономике. Экономика все-таки сама по себе, ее масштабы маленькие. И если там, когда существовал СЭФ, например, или Советский Союз, была значительная степень взаимодействия с внешним миром, ну, скажем, на началах скорее солидарных, да, то есть когда Советский Союз мог определенные поставки совершать, ну, просто по ценам значительно ниже, чем рыночные цены, да, то сейчас это, в общем-то, значительно ограничивается, возможность таких взаимодействий с внешним миром, что подталкивает к выходу в том числе и на рынок. И 2011 год – это, как мне кажется, такой поворотный момент, когда уже на официальном уровне, на шестом съезде, принимается новая, скажем так, экономическая стратегия, так называемая актуализация экономической модели развития, которая предполагает ряд преобразований даже и в области государственного сектора. Если сейчас государственный сектор и государственные предприятия это превалирующая форма хозяйственной единицы на Кубе, то все-таки, во-первых, текущая тенденция к тому, чтобы увеличивать негосударственные формы управления и даже собственности. Конституция 2019 года официально закрепляет частную собственность на определенные средства производства, чего раньше не было. и вот эта, ну, скажем так, эта тенденция, она началась в 2011 году, на шестом съезде, была декларирована. Очень сложно говорить, что будет дальше, потому что я думаю, что здесь многое будет зависеть от того, что конкретно происходит в партии. Насколько мне известно, в партии есть, ну, две разные точки зрения на счет того, как развиваться дальше. И одна из них – это, в общем-то, переход к рыночному социализму. И у меня подозрение, что сейчас эта точка зрения скорее является превалирующей. Вопрос в том, а насколько все-таки будут сняты ограничения с рынка. Все эти ограничения снимаются крайне медленно. И не исключено, что все-таки основная часть экономики будет функционировать за счет государственных предприятий. Давайте на этом я этот вопрос завершу, чтобы все-таки слишком много времени не занимать. Был еще один вопрос по поводу проблем отчуждения. Затрагиваются ли они где-то у Эрнеста Гевары в каком-то из его текстов? На самом деле, да, проблема отчуждения и преодоление отчуждения – это одна из ключевых проблем, о которых он упоминает. И, к сожалению, здесь нет четкого какого-то видения, как будет сниматься отчуждение в социалистическом обществе. Тем не менее, достаточно много Гевары пишет о том, что необходимо делать упор на сознательность и образование. В этом смысле зачастую его и в идеализме, например, упрекают, что он слишком много говорит о сознательности строителя социализма, о том, что необходимо делать упор на, скажем так, выращивание таких партийных кадров, которые будут очень хорошо подкованы с точки зрения коммунистического образования, марксистского образования. Я думаю, что нельзя сказать о том, что вот какое-то четкое представление у Гевары было. Тем не менее, один из практических элементов, который, как мне кажется, ну, связан, по крайней мере, вот путем преодоления отчуждения, скажем так, от процесса труда, как минимум, это та система, которую он предлагал внедрить в рамках своего министерства, когда он занимал пост министра промышленности. В чем состоялась система? Система заключалась в том, что каждый высоко стоящий функционер в министерстве был обязан, если я не ошибаюсь, около полутора или двух месяцев в течение года проработать, выполняя функции человека его же департамента, но занимающего значительно более низкое положение в системе иерархии. Ну, таким образом, ну, по задумке Гевары, такой системный катер должен был понять, а как же живется людям вот внизу этой системы. И я не знаю, мне сложно оценить, насколько это вообще не нарушало, скажем так, адекватное функционирование самого департамента. Потому что, как мне кажется, человек, который занимает высокий пост и принимает серьезное решение, его долгое отсутствие на рабочем месте может все-таки к определенным неверным решениям, допустим, привести. И тем не менее, сама идея интересна. Кроме того, Гевара подчеркивал, что необходимо всем, ну, это не было, естественно, даже не добровольно принудительно, но одна из таких настоятельных рекомендаций – участвовать в добровольном труде. То есть после своего рабочего дня или выходной день заниматься какой-то работой, чаще всего производственной, либо сельскохозяйственной, на добровольных началах. И, как мне кажется, это тоже один из таких моментов, который показывает человеку, допустим, который в целом занимается интеллектуальным трудом, что такое труд физический. И в этом смысле несколько стереть границы между физическим и умственным трудом, по крайней мере, в восприятии конкретного человека. И вот ряд таких моментов у Гевары, вот именно практических, это были моменты его собственной жизни. Он, как человек, на самом деле, очень личность неординарная. И, ну, это, наверное, тоже отдельная тема для разговора, но он этим всем занимался очень активно, и добровольным трудом, и участвовал в социалистическом соревновании. И вообще одна из его таких вот идей, которая, наверное, была, ну, вполне адекватна на момент 60-х, то есть момент, скажем так, бурного революционного энтузиазма на клубе в целом у населения. Это идея о том, что мы за счет революционного энтузиазма, за счет самоотверженного труда сможем сделать значительный скачок в развитии нашего производства. Мне представляется, что это не совсем обоснованная мысль, но, наверное, на тот момент действительно вот с позиции человека, который в начале 60-х видит все, что происходит вокруг, видит там кампанию по преодолению неграмотности, которая была развернута в 61-м году, и как за считанные месяцы кубинская молодежь, кубинские даже там школьники старшей школы пошли в самые отдаленные уголки кубинской там Сьерры, и там, в общем-то, с букварем занимались с неграмотными крестьянами, и тем самым буквально за считанные месяцы, по крайней мере, какой-то базовый уровень грамотности у всего населения Кубы он появился. Наверное, вот все это наблюдая, можно было верить в то, что это возможно, да, то есть такой значительный скачок в производительных силах за короткий срок. Тем не менее, ну, и кубинская история экономики показывает, что этого не произошло. Но я думаю, что, конечно, во-первых, сама кубинская история 60-х и наследие Эрнеста Гевари, именно идейное, да и практическое, это такие темы, которые стоило бы изучать, и я, в общем-то, призываю всех, наверное, коллег обратить внимание, возможно, какой-то сравнительный анализ проводить, потому что действительно, особенно в российской литературе, к сожалению, не хватает монографий или статей, которые были бы посвящены этому аспекту. Ну, в общем, как-то так. Я постаралась все вопросы охватить в той или иной степени. Да, спасибо большое. Я надеюсь, вы поможете восполнить тот пробел, который сейчас имеется в литературе и в статьях и так далее, зная испанский язык так, как вы. Я думаю, это будет полезным и нужным для нас. Теперь, ввиду такой ограниченности времени, хотя очень интересная полемика у нас получается, я хотел бы предоставить слово Элине Викторовне и ее тема «Новые левые движения Тупамарас в Урагувае 1962-1973 годы». Вам слово. Да, спасибо, Рафаэль. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам конференции Александру Владимировичу, Рафаэль, за приглашение. Можно я включу презентацию? Сейчас демонстрация экрана. Все видно? Да, видно. Тема моего сегодняшнего доклада посвящена теме моей диссертации. Я выпускница аспирантуры, ну и исторического факультета, и потом аспирантуры исторического факультета НГУ. И сейчас я доделываю свою кандидатскую диссертацию, дописываю. И она посвящена движению Тупамарас в Урагувае. Это лево-радикальное движение, которое действовало вот в 60-е годы, от 62-го по 73-й, вот в этой латиноамериканской стране. Сегодня я бы хотела рассказать про такую особенность Тупамарас, про то, как они связаны с новыми левами. Вообще Тупамарас мы относим к новым левам. И я бы хотела больше вписать движение Тупамарас в мировой контекст, экономический, политический, как мировые события повлияли на возникновение сначала новых левых, а в том числе и Тупамарас в частности. Но кратко скажу про актуальность данной темы. Нам известно, что в 2000-х годах в Латинской Америке начался левый проворот, в ходе которого во многих странах в власти пришли левые и левоцентрические правительства. Уругвай не было исключением. Там в власти пришел сначала Тупамарас, вот он у нас, вот тут я не знаю, мой курсор виден. Но потом его преемником стал Хосе Мухико. Это моя любимая фотография, потому что он в таком революционном здесь в костюме у себя на даче. Хосе Мухико, бывший участник противоаннского движения Тупамарас, но на самом деле бывших Тупамарас практически не бывает. Мухико из политических воображений уже в свою политическую деятельность в 2000-х годах вышел из непосредственной организации, но всегда участвовал в каких-то акциях памяти, связанных с этим движением и так далее. И, во-первых, то есть избрание Мухики президентом показывает то, что и вообще левый поворот в латиноамериканских странах показывает вот интерес к левым движениям, и в том числе в самом Уругвайе. Почему, во-вторых, эта тема актуальна? В 2000-х годах начался такой издательский бум, и начали публиковаться материалы про Тупамарас. До этого просто там была диктатура, которая в 85-м году упала, постепенная была реставрация, исход в демократии. Ну и с 2000-го года, во время диктатуры, естественно, ничего про партизан не печатали, с 2000-го года начинается активно исследовать эту тему, уругвайские исследователи, испанские, европейские. Однако в России практически нет материала на эту тему, на русском языке, вот только, наверное, в этом году появилась более-менее приличная статья на википедии, относительно, но даже в научных статьях много фактических ошибок, и, в общем, почитать что-то приличное можно только на испанском языке. Поэтому я вот свои научные деятельности пытаюсь располнить этот пробел. Соответственно, сначала я бы хотела рассказать о том, как возникли новые левы и какие мировые события, разворачивающиеся в мире после Второй мировой войны, повлияли, собственно, на вот эти вот процессы, ну, как бы и возникли 60-е революционные годы. Собственно, почему возникли новые левы? Мы знаем, что развитие производительных сил в обществе постоянно происходит, и как раз к этому периоду, в 60-е годы, в 50-е годы начинается научно-техническая революция, в ходе которой машинный труд стал автоматизированным. И, собственно, научно-техническая революция привела к очень серьезным изменениям социальным во всей структуре общества. В чем были эти, ну, про научно-техническую революцию, я сейчас еще попозже расскажу отдельно про эти пункты, другие факторы, которые повлияли на возникновение новых левых, я позже чуть-чуть скажу, в чем особенность новых левых, чем они отмечаются от старых левых, почему в 60-е годы были сильны вот эти вот лево-радикальные настроения. Другие факторы, повлиявшие на идеологию новых левых, это формирование общества потребления в специалистических странах, так как НТР, собственно, способствовал улучшению качества жизни населения, производству товаров широкого потребления, и, в общем, в развитых странах Запада складывается потребительская область. Другой фактор, повлиявший на новых левых, это глобализация и подъем национального самосознания, и подъем национально-освободительных движений в странах третьего мира. Вот рост национально-освободительных движений в колониях. Безусловно, вообще фактором внешней политики этого периода была холодная война, и движения, вот эти новые левые, именно движения, которые практиковали какую-то партизанскую основную борьбу, они действовали в условиях холодной войны, двух противостоящих друг другу блоков, и, как часто, идеи новых левых, это такие идеи независимости как не только от капиталистических США, данных Соединенных Штатов, но также и от СССР, которая проводила такую имперскую политику в этот период. 20-й съезд КПСС также повлиял, потому что он стал важной вехой, повлиявшим на раскол в мировом коммунистическом движении, закрыт доклад Хрущева с критикой культа личности, ударил по авторитет коммунистов, и поэтому новые левые себя противопоставляли старым левым, вот коммунистам и так далее. Непосредственно в Латинской Америке было сильное усиление гегемонии США в западном полушарии, и, соответственно, там на фоне вот этого возникли тоже мощные движения протеста, ярким апогеем которого, даже началом таким апогеем, стала Кубинская революция, породившая ряд других революционных течений, движений, в том числе движения Тупомареса, в Латинской Америке. Ну, научно-техническая революция. Во время нее наука стала ведущим фактором производства, изменилась социально-профессиональная структура рабочего класса. В чем заключались последствия НТР для общества? После автоматизации производства требовало наличие высококвалифицированных рабочих. Это привело, во-первых, к расслоению пролетариата, а во-вторых, автоматизация производства привела к не исключению, но сокращению доли тяжелого ручного труда и вот этого старого промышленного пролетариата, о котором еще когда-то писал Марк. Необходимость рабочих высококвалифицированных увеличила количество студентов, а как раз новые левые движения, их социальная база, это в основном студенты и молодежь, которые в университетах получали образование, а там интересовались марксистскими идеями и вливались в классовую борьбу немножко уже в другом понимании, в отличие от старых левых. Урбанизация, еще одно из последствий, рост удельной доли работников в сфере услуг и улучшение качества жизни населения, про которые я уже говорила. Поэтому про улучшение качества жизни, сокращение пролетариата, занятого тяжелым трудом, это повлияло на то, что новые левые будут рассматривать свои социальные базы не только пролетариат, непосредственно пролетариат, но и широкие планы населения, в том числе мелкую буржуазию, крестьян, которые в принципе старые левые относят только к мелкой буржуазии и так далее. Как повлиял распад? После Второй мировой войны начинается распад колониальной системы, потому что бывшие полуниальные империи Англия и Франция понесли большие убытки материальные в ходе войны. Соответственно, начинается национальное свободительное движение в колониях против митрополий, которые также поддерживают Советский Союз в какой-то степени. Усиливаются демократические левые настроения, особенно на фоне роста авторитета Советского Союза после войны. Поднимается национальное самосознание, происходит сопротивление глобализации, которая в тот период уже начинает появляться, и экономической и культурной экспансии США. Также зарождает движение неприсоединений, Новый Левый. Многие, вот сейчас, по Марес, они очень выступали за какую-то национальную идею, за такой национальный социализм, независимый, как я уже сказала, ни от какого военно-политического блока в ходе Холодной войны. 20-й съезд КПСС также повлиял на зарождение новых левых. Как же он повлиял? Во-первых, какие там были ключевые решения в 1906 году. Было произглашено, что можно перейти к социализму парламентским путем, нереволюционным, и революционный путь считался нежелательным. Возможность сотрудничества с социал-демократами, которая в дальнейшем приведет к созданию широких блоков коммунистов и социал-демократов. Например, в том же Уругвай возникнет широкий фронт Фенте Амплио, в который будут входить и коммунисты, и те же мои тупомары, и социалистическая партия Уругвая. Курс на мирное существование с Западом и критика культа личности Сталина, который, ну вот это закрытый доклад Круцёва, на самом деле активно публиковался на Западе и нанес удар больше по мировому коммунизму. В Советском Союзе тогда о нём практически, за исключением высших партийных кругов, не знали. Ну, хотя потом уже началась десталинизация. Последствия 20-го съезда – это, конечно, раскол мирового коммунистического движения, обострение отношений с Китаем, падение авторитет коммунистов в мире и курс на движение социал-демократами, на создание широких левых коллектив. То есть вот эти вот все явления у нас предшествовали возникновению новых левых. Чем новые левые отличаются от старых? Во-первых, как я уже сказала, это широкая социальная база. Если старые левые считали авангардом рабочего класса, авангардом революции рабочий класс, пролетариат, и, в общем, ну, в принципе, это логично, то уже из-за изменения общественно-социальной ситуации, связанной с научно-технической революцией, то теперь уже новые левые предлагают считать ведущими союз эксплуатируемых классов как такой движущий в силу революции. Революционный настрой. Я тут поставила звездочку. Понятно, что и старые левые, революционеры, которые великую социалистическую октябрьскую революцию осуществили, они тоже были революционерами, однако уже, если мы говорим старые левые, ну, воспринимаем их как коммунистов, в 60-е годы после 20-го съезда коммунисты в Советском Союзе перешли к реформистской линии и, в общем-то, отказались от таких революционных настроений. Курс на мировую революцию был в Советском Союзе только после, ну, после 17-го года, там первые пять лет где-то, потом постепенно от него начали отходить до середины 20-х годов. Вот, и уже к 60-м годам старые левые утратили весь свой революционный запал, в то время как новые левые, это молодые студенты, интеллигенция, радикально настроенная, которая хочет, вот пункт 6, прямое действие, непосредственно действовать для того, чтобы изменить вот это вот общество, которое им не нравится, на более справедливое социалистическое. Следующая черта новых левых – это отсутствие единой революционной теории. Если у нас, у старых левых, ну, мы за пример берем, естественно, коммунистов, да, большевиков, была жесткая партия, четкая теория, жесткая дисциплина в партии, то новые левые, во-первых, у них нету жесткой теории, там у них и течения анархистские, и христианские. Ирина, простите, я вас перебью, за две минуты примерно вы исправитесь? А, да, и другие. И, кроме того, вообще у новых левых был отказ от партии. Ну, и перейду тогда уже, ну, и стремление к национальной независимости, перейду уже непосредственно к Тупамарос, как вот эти вот все тенденции, ну, вообще повлияли на движение Тупамарос. Это, ну, кратко я уже сказала, что это движение, чем особенно движение Тупамарос, то, что это движение преимущественно занималось городской гириллией. Городская гириллия была известна и до этого, однако она была вспомогательным инструментом для сельской гириллии в основном. Тупамарос, ввиду того, что Уругвай это высокоурбанизированная страна и ключевое, ну, большее население сосредоточено в городах, они осуществили городскую гириллию. В ходе их операций они в том числе похищали деятелей какого-то вот капиталистического представителя империализма, в том числе одного американского спецагента, одного посла из Британии, и о них стала писать мировая пресса. И так Тупамарос стали известны на весь мир, и в Северной Америке, и в Европе. И леворадикальные организации 60-х годов, во-первых, начинали брать названия в честь Тупамарос, возникли в Германии Тупамарос Мюнхен, Тупамарос Западного Берлина, и, например, итальянские красные бригады принимали тактику Тупамарос, изучали их опыт, активно поддерживали контакты Тупамарос с Черными Пантерами США и с другими радикальными организациями этого периода. Это я не буду рассказывать. Соответственно, какие у нас ключевые, в чем их была ключевая деятельность? Это городская герилья, которая заключалась в экспроприации финансов из банков и казино, экспроприация оружия, даже с военно-морских баз республиканских, побеги, восхитительные побеги из охраняемых тюрем, которые до сих пор снимают фильмы на BBC, разоблачение финансовых махинаций корпораций и так далее. Что же сближало Тупамарос с новыми левами? Во-первых, это идеологическая гетерогенность, ну, в общем, они и были новыми левами, это идеологическая гетерогенность, отсутствие единой четкой идеологии и различные идейные влияния. Какие влияния были у Тупамароса? Во-первых, в первую очередь, это, безусловно, влияние кубинской революции и геваризма, теория, в общем, теория фокизма, создания партизанского отекача Гевара. Вот Тупамарос ее реализовывали в... Я уже почти заканчиваю, последний слайд. Реализовывали ее в Уругвай. Это, ну, естественно, их лидер Рауль Синдик, у меня что-то я не ставила его фотографию, это их исторический лидер, вот тут у нас на фотографии молодой Хосе Мухико, тоже важнейший лидер Тупамароса. Они читали марксизм, ну, марксистскую литературу, Маркса, Ленина, но Синдик, ну, Синдик любил Розу Люксембург, вот, то есть это классический марксизм. Также анархизм на них влиял, и в том числе даже в их движение было очень широкое, туда вливались какие-то революционные христиане. Ну, в общем, такой вот сплав разных революционных идей представляла их идеология. Кроме того, они выражали недовольство реформистским курсом коммунистической и стилистической партии Уругвай. Они говорили, что коммунисты и социалисты занимаются в парламенте, говорит, мы должны действовать для того, чтобы создать в стране революционную ситуацию. Уругвайское правительство – это фашистское правительство, которое наделало в благополучные времена на себя маску демократии. И мы должны создать революционную ситуацию и сбросить с этого фашистского правительства эту маску, чтобы она показала свою фашистскую пасть. Влияние национально-соборительных движений стран этого мира, конечно, это влияние Кубинской революции, которая на всю Лосинскую Америку повлияла, и Алжевской войны за независимость. Алжевская революция была, вот они очень ее любили, очень много про нее читали. Это борьба за национальную независимость, в первую очередь от американского империализма, но при этом они рассматривали компартию как агента влияния Москвы и не хотели становиться на чью-то сторону. Социальный состав, это тоже студенты, интеллигенция, в основном молодые люди, средний возраст участников Кубамара составлял около 23-25 лет. И отсутствие единой партии, предпочтение движению, это движение Кубамара широкому, которое занималось партизанской борьбой и с усилением стеритаизма в Уругвай, и потом в Уругвай наступит диктатура. Тупамар все больше уходили в подполье, противостояние обострялось. Но однако после падения диктатуры Тупамар станут уже не партией, у них будет крыло такое отдельное политическое, вольются уже в легальную политическую жизнь страны. Ну это кратко все, на этом все. Спасибо за внимание. Вот вам карикатура на Хосе Мутику. Да, спасибо большое, Ильина. У меня уже есть некоторые вопросы, но прежде я тоже хотел бы спросить участников семинара, есть ли что спросить у Ильины, уточнить или задать вопрос. У меня есть один фундаментальный вопрос, который я задаю всем. Почему в Латинской Америке все время появляется движение к социализму и все время терпит поражение? Ильина, я тогда уж Александр Владимирович допомню. Если честно, у меня был именно вопрос, примерно похожий. Я себе здесь выписал, что сейчас же президент Уруговая, Лакалье-Поу. И внешние отношения у Уруговая вот существенно изменились по сравнению с теми, которыми находились в обведении широкого фронта. Короче, получается, что отношения сейчас прохладные с Николасом Адура в Венесуэле, ну в общем и с другими левыми правительствами других латиноамериканских стран. То есть такой шаг вправо. И действительно, то там в Бразилии мы видим, то Моралеса из Боливии изгнали. Почему вот такой маятник, то справа налево, слева направо? Я отвечаю или еще? Да-да-да, у меня все. Может, там еще кто-то хочет задать вопросы, друзья, там поактивнее? Нет, да? Извините, что вмешаться. Нет, правильно. Хорошо, ну я отвечаю, если что, потом мы кто-то еще задавшим. Соответственно, почему социалисты, социалистические движения Александра Владимирович в Латинской Америке терпят постоянные поражения? Ну, во-первых, потому что в течение всей второй половины 20-го века Латинская Америка, это такая вотчина США, и США там активно проводят активную интервенцию, но не интервенцию, но в общем активную вмешательство о внутренние дела латиноамериканских стран, собственно. Это как было в Чили, да, в Сальвадоре-Мальенде. Это либо прямые военные перевороты, подкуп, соответственно, то, что в Денесуэле сейчас происходит, потому что там нефть, и корпорации США хотят кладить это нефтью. Собственно, я думаю, что, особенно после Кубинской революции, когда угроза реально социалистической революции в Латинской Америке усилилась, США, естественно, направили огромные силы вот на противостояние социалистическим движениям в этом регионе, вот. И, на мой взгляд, это один из таких важных факторов, почему там социалистические движения терпят поражение. Сейчас, да, действительно, в руководстве права президент, до этого долгое время широкий фронт находился у власти, Мухико второй раз не стал переизбираться, там был Табар Иваскин, но, как сказал один мой чилийский друг, когда тоже в Чили, кто там, Пинейра сейчас, перед этим, ну, там была Бочелет, ну, левоцентристский политик, я спросила, почему же, вот, ну, ты левый, почему у вас в Чили избирают, ну, собственно, вот правый поворот происходит, на что он мне сказал, что, в общем-то, Бочелет, она, конечно, такая же левая, как ваша Путин с Медведевым. То есть это левоцентристский, очень умеренный курс, поэтому, в общем-то, это демократическая модель, в ходе которой, ну, то есть там не было реальных радикальных преобразований, ну, если не читать, конечно, там Венесуэлу, да, таких серьезных радикальных преобразований, практически вот эти вот в ходе левого поворота, которые очень сильно как-то повлияли на местную буржуазию, не было. Ну, вот когда Мухико пришел к власти, местная буржуазия уруглайская, капиталисты, предприниматели очень сильно напряглись, вот, но Мухико дал понять, что он не будет проводить очень жесткие реформы, хотя взял довольно, ну, значит, широкое присутствие государства в экономике усилил, его сократил безработицу и продавал ряд важных социальных реформ. Я ответила на все вопросы. Спасибо. Это на мыслях. Александра хотела, по-моему, руку поднимала, или мне показалось? Вопрос есть? Александра, включите. Нет, просто, наверное, дополнить, но, в принципе, Ирина общую такую точку зрения выразила. Дело в том, что, как бы, движение к социализму и действительно начало там каких-то значительных социалистических преобразований, я бы сказала, что это две все-таки довольно разные вещи. И если мы говорим о тех левых, которые приходили к власти и приходят к власти сейчас, там, те же выборы в Боливии, вот, которыми, в 2020 года, в результате которых вернулось к власти движение к социализму, здесь нужно понимать, что не идет вопрос, не ставится вопрос о собственности на средства производства. Вот так вот, по большому счету, есть национальная буржуазия, которая остается национальной буржуазией, и ее никто не экспроприирует. Был ряд национализаций при, допустим, при Чавесе в Венесуэле. Некоторые национализации там стратегических предприятий в ряде других стран тоже. Но здесь тоже нужно понимать, что это скорее какие-то, ну скажем, попытки решить наиболее острые стоящие вопросы, экономические, социально-экономические, но они не ведут за собой никакой четко продуманной стратегии, к сожалению. И в итоге все эти правительства, в основном экспортирующие какие-нибудь ресурсы или какие-нибудь сельскохозяйственные товары, посмотрите на Венесуэлу, это нефть, посмотрите на ту же Аргентину, где очень многие связывали с Нестором и Кристиной Киршнер большие надежды и связывают с Альберто Фернандесом, современным президентом. Это соя, допустим, как только мировые цены на эти товары снижаются, возможности этих правительств по обеспечению финансирования социальных программ значительно снижаются и они теряют свою популярность. Вот, собственно, потом мы приходим к тому, что подобного рода правительства сменяются правами. Это происходит, в общем-то, в адекватном выборном процессе. люди голосуют, потому что они разочарованы. И критика слева звучит, она звучит и направлена она на то, что никто не говорит и никто не осуществляет на практике радикальных преобразований, в том числе реального обобщисления, реальной борьбы за интересы рабочего класса. Спасибо, Александр. Спасибо. Вот, к сожалению, хосы-мухи нам машут рукой на презентации, не сделав что-то такое социалистических преобразований настоящих. Спасибо большое за вопросы, за реплики. Так, Элина, я попрошу вас тогда прекратить пока демонстрацию экрана. И сегодня у нас еще докладчик, это Антон Владимирович. у нас тема Боливарианский альянс «Альтернативная интеграция в Латинской Америке». Антон, вам слово. У вас 15 минут также. Да, большое спасибо коллеге за возможность выступить. Мне кажется, очень удачно, что мой доклад завершает выступление, потому что так получается, что он как бы подытоживает. То есть я надеюсь, что удастся получить какую-то общую картину в целом. Итак, осенью 2019 года, 2019 имеется в виду, латиноамериканский регион захлестнула волна протестов. И особенно массовыми были выступления в Чили. В стране, которая долгое время была витриной неолиберальной экономической политики, только в столице на улицы вышли более миллиона человек. И требования разгневанных чилийцев, они близки, пожалуй, большинству населения всего земного шара. Сделать крупнейшие компании государственными, дать бесплатное образование и здравоохранение, ввести повышенный налог на богатых. Власти попытались решить проблему силой, но им это не удалось, потому что масштаб протеста, протесты были слишком массовыми, протесты были слишком организованы. И в результате правительство неолибералов Себастьяна Пеньера начало разработку новой конституции, в которую должно включить часть требований протестующих. И вот эти проблемы, которые затронули чилийцев, о которых говорили чилийцы, нужно понимать, что это не специфические проблемы Чили, и более того, это не специфические проблемы региона латиноамериканского. Эти проблемы порождены противоречиями глобального капитализма в целом, и неолиберальной модели капитализма в частности, которая сложилась в качестве глобальной системы после распада социалистического блока. И вот эта система стагнирует со времен кризиса 2008 года. И с особой силой эти противоречия, противоречия этого миропорядка неолиберального, они проявляются именно на периферии неолиберальной системы, которая относится к большинству стран Латинской Америки. И когда мы говорим центр периферии, полупериферии, то мы не имеем в виду географическое положение. Мы имеем в виду характер отношений, характер отношений между государствами, которые находятся на разных, скажем так, ярусах, на разных уровнях этой системы. Каким же качеством обладает данная система? Ее главное качество или способ ее производства, говоря языком марксистов, это способность немногочисленных стран центра эксплуатировать многочисленные страны периферии, то есть присваивать прибавочный продукт в глобальных масштабах. И способы эксплуатации могут быть разными. Транснациональная компания может построить дочернее предприятие в периферийной стране, получать всю прибыль за исключением налогов, может предоставить кредит и получать проценты. Кроме того, существует неэквивалентный обмен. Это ситуация, когда продукция низкой степени передела, которую производят периферийные страны, она продается на мировых рынках по ценам ниже стоимости, за счет того, что создается избыточное предложение. При этом продукция стран-центра высокотехнологичной и высокой степени передела образует монополии, монополистические рынки продаются выше стоимости. Соответственно, постоянно происходит перетекание прибавочной стоимости благодаря этому механизму из периферийных стран в страны-центра. Таким образом, неолиберальная система позволяет транснациональным корпорациям стран-центра присваивать прибавочную стоимость, созданную трудом периферийных стран, эксплуатируя их. И этот процесс порождает несколько системных проблем, с которыми сталкиваются периферийные страны. Прежде всего, производство периферийных стран оказывается подчинено потребностям стран-центра. В основном производится только та продукция, которая востребована на мировых рынках. И экономика периферийной страны представлена несколькими высокоразвитыми экспортоориентированными отраслями, в которых доминирует иностранный капитал. Что это значит? Это значит, что страна не в состоянии удовлетворить потребности населения, она не может производить те товары и услуги, которые действительно нужны людям. Она не может произвести необходимое количество продуктов питания или медицинских услуг, даже если она, допустим, экспортирует продукты питания, как Аргентина. Если она производит энергоносители, как Венесуэла. Во-вторых, к чему это приводит? Деформация экономики напрямую влияет на социальную структуру периферийной страны. Складывается обширный слой социально исключенных, людей, которые не работают в экспортоориентированном производстве и не обслуживают ее собственников и управляющих. Зачастую эти люди живут натуральным хозяйством или случайными подработками, не получают образование, не имеют доступа к здравоохранению. При этом их статус маргинальный передается по наследству, так как социальные лифты зачастую в таких странах просто отсутствуют. И когда мировая экономика растет, то, что мы наблюдали в период с 2003 по 2013 годы, так называемый период золотого десятилетия для периферийных стран, и цены на экспортируемые товары достаточно высоки, тогда государство может смягчать это социальное неравенство, выделяя пособия, допустим, нуждающимся. Но когда происходит кризис и спрос на экспорт падает, и вместе с тем падают и цены, то государство оказывается в сложной ситуации, то, о чем говорил Александр, оно вынуждено резать социальные расходы, чтобы сохранить привлекательность для иностранных инвесторов. Страны начинают наперебой конкурировать периферийный за капитал стран-центра. Ну и, соответственно, все социальные расходы, это издержки для капитала, это издержки для бизнеса, от них нужно избавляться. Почему это приводит, мы видим к каким протестам. В начале 90-х годов страны-регионы активно встраивались в глобальную неолиберальную систему, проводили реформы по рецептам МВФ, приватизировали предприятия, открывали свои рынки для транснациональных компаний. И пиком этого процесса должен был стать американский интеграционный проект зоны свободной торговли Америки. Прошу прощения. По сути, все страны-регионы должны были дать американскому капиталу свободный доступ к ресурсам и рабочей силе. И поэтому, по справедливому выражению Фиделя Кастро, этот проект мог превратить все страны-регионы в частную собственность американских транснациональных компаний. По целому ряду причин проект так и не был реализован. И вот как раз альтернатива, боливрянская альтернатива, это альтернатива проекту неолиберальной интеграции Алка. Единственным исключением из правил стала Куба. Когда все страны-регионы активно встраивались в эту неолиберальную систему, Куба в начале 90-х годов оказалась в очень сложном положении, ей также пришлось встраиваться в рыночную систему, потому что она самостоятельно не могла производить необходимые для нее продукты, рынки социалистических стран были для нее теперь недоступны, потому что социалистический блок рухнул. Но Куба не пошла по пути неолиберальных реформ, она не отдала свою экономику на откуп рынку и транснациональным корпорациям. Коммунистическая партия и правительство в экономике стал туризм. Появились некоторые элементы рынка, но командные высоты в экономике, наиболее важные предприятия, транспорт, торговля, финансы, они остались в полной государственной собственности, остаются до сих пор. Поэтому кубинцам удалось направлять полученные от иностранных инвестиций доходы на решение внутренних проблем. В результате, несмотря на тяжелое положение, государство отстояло относительно экономическую независимость и способность производить необходимые для населения блага, это те самые социальные блага, благодаря которым Куба известна во всем мире. Кстати говоря, маленькая ремарка, я сделаю отступление. Дело в том, что туризм уже давно не является для Куба основным источником валютных поступлений. Это прежде всего медицинские услуги. Примерно с середины 2000-х годов. Возвращаясь, неудивительно, что во время кризиса неолиберальной системы в конце 90-х годов, когда масса латиноамериканцев требовали обеспечить минимальные условия для выживания, то кубинская социально-экономическая система стала примером для прогрессивных сил в регионе. Она стала чрезвычайно популярной, потому что решала насущные проблемы большинства населения. И вот эти силы прогрессивные приходили к власти в ходе так называемого левоповорота, который стал ответом на кризис неолиберальной политики. Леворадикальные правительства, они адаптировали некоторые элементы кубинской социально-экономической политической модели. Они национализировали предприятия наиболее важных отраслей производства, перераспределяли прибыль на решение социальных проблем, формировали массовые партии, вовлекали массовые экономические и политические процессы. К примеру, создавали коммуны, социальные комитеты и тому подобные низовые организации. Эти меры, они позволили существенно продвинуться в решении социально-экономических проблем, которые в принципе не могли решить неолиберальное правительства, потому что такой задачи перед ними, наоборот, никогда не стояло. Например, в Венесуэле до Победы Чаевса медицинские услуги могли позволить только 3 миллиона из 27 миллионов. Очевидцам удалось создать всеобщую систему здравоохранения, взяв за образец кубинскую систему, которая в настоящее время, несмотря на кризис, пользуется 85% населения. И как показала пандемия, ее ответ именно в власти Венесуэлы, эта система действует достаточно эффективно. И на волне вот этого успеха, как раз в начале, да, середине 2000-х, Фидель Кастро и Угучаевс решили объединить наиболее прогрессивное государство, создать организацию, которая позволит преодолеть проблемы зависимости и социальной исключенности. Для этого нужно было объединить ресурсы стран, потому что страны эти очень богаты ресурсами, и направить их на создание необходимых благ, а также создать систему управления совместным хозяйством. И воплощением этих амбициозных планов и как раз и стал проект альтернативной организации под названием «Боливрианский альянс», который был создан в 2004 году. Значит, идея была в том, чтобы создать альтернативу неолиберальной интеграционной модели, которая основывалась на зоне свободной торговли, транснациональных компаниях и глобальных финансовых институтов. Если основным субъектом неолиберальной интеграции выступали частные транснациональные компании, а ее основной задачей этой компании было получение максимальной прибыли, то главными субъектами «Альба» или «Боливрианского альянса», это сокращение, должны были стать совместные государственные компании, и их задача удовлетворить общественные потребности. Поэтому, к примеру, они могут продавать товары ниже рыночной цены, они могут продавать товары на внутреннем рынке по себестоимости. Если вся прибыль от деятельности транснациональной компании достается ее владельцам, то в случае с государственными компаниями «Альба» поступает в государственный бюджет и оттуда уже распределяется на общественные нужды. Структура альянса, она напоминает структуру Совета экономической взаимопомощи. Руководит организацией Совет президентов, он определяет основные цели и задачи, то есть выявляет проблемы, которые существуют, и определяет способы их решения. Реализует эти цели коллегиальное правительство «Альба», которое состоит из политического, экономического и социального совета. Антон, я вас перебью, три минуты, я так, чтобы вы... Да, да, я ускорюсь. Значит, каждый совет отвечает за создание управления конкретными проектами и предприятиями, которые работают на общий внутренний рынок. В состав совета входят главы соответствующих министерств. Органы Альба, органы управления Альба, да, экономические, социальные и прочие советы, они действуют в рамках подписанного в 2009 году торгового договора народов, который установил принципы альтернативной интеграции. Значит, в отличие от договоров о свободной торговле, этот договор укрепил позиции государства как главного экономического субъекта интеграции. Договор дает возможность правительству проводить национализацию частных предприятий, если они наносят вред общественным интересам. Например, занимаются кратализацией, спекуляцией, ростовщичеством. Для решения проблемы зависимости договор предполагает создавать государственные частные предприятия, которые работают на внутренний рынок, при этом активно используется механизм государственных закупок. Государство должно покупать за рубежом только те товары, которые не может произвести самостоятельно, и продавать только ту продукцию, спрос на которую на национальном рынке, на внутреннем рынке уже удовлетворен. В теории Альба должна была работать следующим образом. Совет президентов определяет стратегические требности стран, для их удовлетворения создает так называемые крупнонациональные проекты, которыми управляются, предусматривалось создание нескольких крупнонациональных компаний, которыми также управляют Советы. То есть есть крупнонациональный проект, например, по созданию еды. В рамках крупнонационального проекта действуют так называемые крупнонациональные компании. Это аналог транснациональных компаний, но они находятся в совместной собственности государств, которые их организуют. И уже эти крупнонациональные компании, их дочерними предприятиями являются так называемые смешанные социалистические предприятия, которые находятся в совместной собственности. В качестве конкретного примера деятельности Альба я приведу решение продовольственной проблемы кризиса. Во время кризиса 2007-2008 годов, когда резко выросли цены на продукты питания, по инициативе Чавеса был создан экстраординарный совет президентов, и он поручил экономическому совету создать продовольственный фонд на 100 миллионов долларов. В 2009 году социальный совет организовал крупную национальную компанию Альба Еда, и эта компания начала как раз-таки производить продукты питания и распределять их в сети Меркаль, государственной сети магазинов, по ценам ниже рыночных, чтобы они были доступны для большинства населения. Антон, простите, время вы уже выбрали, какое-то заключение тоже дайте. Да, хорошо. Я тогда сразу, прошу прощения, что нарушаю регламент, я тогда сразу пропущу некоторые моменты, и буквально минутку мне потребуется на заключение. Значит, каков итог? В определенный период Альба смогла существенно продвинуться в решении проблем зависимости и социальной исключенности, однако не смогла сохранить достигнутый прогресс и перейти на качественно новый уровень. В чем же причина? Как мне кажется, причина в том, что структура организации предполагала существенно иной уровень о государствении экономик, входящих в нее стран. Поэтому она так и не смогла заработать, так как это было задумано ее создателем. Очевидно, что из всех участников Альбы только Куба могла в полной мере реализовать потенциал организации, так как только ее экономическая модель соответствовала всем особенностям Альянса. Собственно, да, наиболее известные проекты Альбы – это социальные проекты, за которые отвечала Куба. В то время как национализация в лево-радикальных государствах не привела к качественному изменению экономической системы, лишь ограничила свободу предпринимательства. По-видимому, при разработке структуры Альба отталкивались именно от кубинской модели, планируя в дальнейшем достигнуть сопоставимого уровня экономического регулирования. Но, как показала практика, достичь этого не удалось. И я, может быть, немножко выйду за рамки, но мне хотелось бы рассказать про Венесуэлу чуть-чуть. Значит, наиболее характерный пример Венесуэла, который являлся источником ресурсов всего объединения, в самый разгар боливарианской революции, еще при правительстве Чаевса, доля частного сектора в ее экономике не уменьшилась, но увеличилась с 60 до 70%. Попытки же боливарианского государства контролировать доминирующий частный сектор, они носили противоречивый характер и в результате ни к чему хорошему не привели. То есть, с одной стороны, мы ограничиваем бизнес, у нас начинается отток капиталов, с другой стороны, мы пытаемся развивать малый бизнес, но он попросту нерентабелен. И когда прекращаются поступления от продажи нефти, когда цены на нефть падают, мы уже не можем субсидировать эти малые предприятия, коммунальные предприятия, коллективные формы собственности. И, по моему мнению, в этом и состоит главная противоречие модели социализма 21 века, которые разделяли страны лево-радикальные режимы и организации Альбы. Для ее стабильного функционирования пока не хватает соответствующих политико-экономических преобразований. Даже Венесуэла, как я уже говорил, не смогла достичь доминирования государственного сектора в экономике, а попытки ограничить частный из-за такой политики полумер они не увенчались успехом. Спасибо, Антон. Спасибо большое за интересный доклад. Но я сразу же тогда... Такой уточняющий вопрос. Получается, можно сказать, что вот сегодня очень многие союзы типа Евросоюз терпят такое, ну, не банкротство модели, но какой-то кризис, скажем. Это Брэкзит, это желтый жилет и Фрэкзит, это нафта преобразована в United States Mexico Canada Agreement, это новый такой союз. Можно ли сказать, что и из-за кризиса глобализации сегодняшней и Альба тоже подвержена вот этому кризису? Ну, тут как бы и да, и нет. То есть, с одной стороны, Альба вообще должна была, сама по себе эта структура должна была решить проблему зависимости. Да, соответственно, глобальные кризисы капиталистические, они не должны были бить так по странам региона, по странам периферий. Да, но, получается, кризис капитализма ударил и по Албе. Абсолютно верно, да. Получается, что в результате модель основывалась также на ренте, на сырьевой ренте. Социальные программы, они основывались на сырьевой ренте. Была индустриализация, создавались совместные компании, там, допустим, в области нефтяной промышленности, электроэнергетики. Вот. Но это было достаточно ограничено, потому что, как я уже говорил, да, контроля за экономикой, по сути, несмотря на национализацию влево радикальных стран, как такового не было. Это всегда был компромисс с национальными и транснациональными элитами. Спасибо. Как только происходят какие-то кризисные явления, да, соответственно, консенсус нарушается. Да. Вот. Поэтому, мне кажется, в этом причина. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть вопросы по докладу Антона? Да, если можно. Да, конечно, Александр. Да, Антон, большое спасибо за доклад. Очень-очень интересно и так в сжатом формате основное. Хотела два уточняющих момента спросить. Во-первых, по поводу масштаба все-таки этого взаимодействия. Вот если мы говорим о том, насколько взаимодействие внутри Алба влияло и было действительно, там, не знаю, если мы сопоставим, там, с ВВП, там, той же Кубы, той же Венесуэла, да, там, какую долю занимало? Или все-таки ты, там, вот, отвечая на вопрос, Рафаэль упомянул, что это достаточно ограниченно все было. Вот. И второй вопрос по поводу перспектив все-таки. Вот в текущих условиях, как ты видишь дальнейшее развитие этой организации, там, учитывая, да, что у нас есть некоторые политические проблемы в виде того, что в Эквадоре опять победили правы и вряд ли Эквадор вернется в организацию, но все-таки? Может, Перу, может быть, Перу теперь вступит, кто его знает, да. Еще про тур, надо ждать, надо ждать. Согласен. Значит, по поводу внутренней торговли, тут такая ситуация, что каждый из участников альянса, его основным торговым партнером выступал либо Китай, либо США. То есть, они так и не смогли, но они, вот, цель ставилась, да, создать такую региональную организацию, как бы объединить, там, создать единый промышленный комплекс. Но это очень сложно сделать, когда твоя периферийная страна экспортирует сырье, и твой сосед, он тоже экспортирует сырье. То есть, собственно, да, вот где основания для обмена? Чем торговать? Вот, поэтому единственная страна, у которой большая часть торгового оборота приходилась на страну альянса, это Куба, потому что она в основном торговала с Венесуэлой. Вот Куба, Венесуэлла. Все, больше примеров не было. У Венесуэлла основной торговый партнер США, там, у Эквадора основной торговый партнер США. То есть, торговля внутри блока, она занимала очень незначительный процент по сравнению с торговлей за рамками этого блока. То есть, на самом деле, несмотря на декларации о том, что мы достигнем взаимодополняемости, взаимодополняемости достигнуто не было. Были подвижки определенные в этом направлении, но достигнуто не было. Значит, то, что касается будущего. Будущее, безусловно, есть у блока, да. То есть, Альба показала, что можно решать даже вот такими полумерами, даже за счет таких небольших средств, решать те проблемы, которые капитализм периферийный решить не может, в принципе. Вот та неолиберальная модель. Потому что социализм 21 века – это тоже капиталистическая модель, но все-таки качественно другая. Вот, качественно эта модель отличается. То есть, Альба показала, что решать проблемы можно. Что мы сейчас видим? Кризис неолиберальной модели, массовые акции протестов. У нас пространство для маневра, как для умеренных левых, так и для умеренно правых снижается. Соответственно, все те проблемы, которые решала Альба, для решения которых она была создана, они сейчас встают перед регионом в полный рост. Поэтому, как мне кажется, нет причин для того, чтобы блок хоронить. Я надеюсь, что сама структура сохранится, и если в каких-то странах произойдут качественные изменения, хотя бы сменится модель с неолиберальной на социально ориентированную, то это может привести к тому, что Альянс даже пополнится новыми членами. Да, вот Боливия, допустим, вернулась. Эквадор уже, по-видимому, нет, но Боливия все-таки вернулась. То есть, мне кажется, рано ставить крест, а на Альянсе ставили крест еще тогда, когда он появился. Уже говорили, что это мертворожденное дитя, и что, дескать, работать не будет. Нет, он работал. Спасибо за развернутый ответ. Мы близко уже подходим ко времени завершения семинара. Я думаю, мы минут на пять выйдем. Если, я уже вижу, что вопросов, может, уже есть, Антону, но хотелось бы сделать такое заключительное слово, дать заключительное слово Александру Владимировичу. Но прежде всего я хотел сказать, что очень много узнал сегодня в этом семинаре нового для себя, и все доклады были очень лично для меня интересные, и это дополнительно подтверждает вот этот такой мир системный взгляд на мир, может быть, и, естественно, на марксистский, который показывает, что выйти из периферийного положения, из этого периферийного тупика очень сложно. И именно в Латинской Америке, в странах зависимых, очень много рождалось теории. Это Андер Гюндер Франка и, например, Кордозу с Фалета писали книгу о концепции ассоциативно-зависимого развития, писали вот эту трудность выйти в когорту развитых стран или даже ее невозможность. И все эти примеры, которыми нас стычут наши либеральные оппоненты, что-то вроде с Южной Кореей, Сингапуром и так далее, доказывают это правило. Это не исключение, а именно правило, что когда какие-то сильные глобальные капиталисты из США, с других стран помогают развиться или дают такую путевку, шанс на развитие. Александр Владимирович, скажите ваше слово, ваше заключение. Ваше слово, товарищ Маузер. В данном случае, я надеюсь, что это будет теоретическое слово. Прежде всего, я нас всех поздравляю. Это очень удачный и очень важный семинар. Если вы не будете возражать, я в рамках своего межфакультетского курса, там около ста студентов МГУ слушают курс о видении будущего. По сути дела, о коммунизме только с другим названием. Если вы не возражаете, я вместо одной из своих лекций предложу студентам послушать ваши доклады, ну и, может быть, мое короткое заключение. Поэтому огромное вам спасибо. Второе. У нас, по сути дела, складывается своего рода отдел Латинской Америки внутри несуществующего института марксизма. Существует уже отдел политической экономии. С философами несколько сложнее. Но, тем не менее, молодая когорта марксистов растет. Есть пополнение по отношению к которой уже вы становитесь стричками, дорогие друзья. Поэтому, нет, девушки, вы можете оставаться вечно молодыми. Это так. Шутка. Но, тем не менее, это довольно серьезный, интересный процесс. Так что мы будем думать, как нам все-таки создавать вот эту сеть по существу проблемам. Я постоянно подчеркиваю тезис, который, точнее, именно вопрос, не тезис, даже вопрос, на который мы до конца не можем дать ответ. Вопрос, который ставит перед нами и Советский Союз. Вопрос о том, как, возможно, победа социалистической тенденции, потом и просто предсоциалистической, экономической, политической, общественной системы в условиях, когда материально-технические и культурные предпосылки ниже, чем в мире в целом и абсолютно минимальны для продвижения по социалистическому пути. Это вопрос, на который не смог до конца ответить Советский Союз, хотя в Советском Союзе ответ на этот вопрос искали и находили дольше, чем где бы то ни было. 70 лет с большими успехами, хотя в конечном итоге и с окончанием этого проекта. Первоначальный импульс этого ответа был, опять, успешный опыт новой экономической политики, но при этом успешный, с политическими ограничениями. И, скажем, мера демократии в Советском Союзе эпохи НЭПа была намного ниже, чем в Венесуэле во времена Чавеса. Мне там не раз доводилось быть, и разгул буржуазной демократии я по-другому не могу назвать, как я видел своими глазами, вплоть до мордобития во время выборов. Далее сталинская модель, которую мы все считаем неприменимой, за исключением сталинистов, которые считают, что только так можно было создать мощную систему, которая победила фашизм и создала базу для дальнейшего развития. Я лично уверен, что можно было и по-другому, и опыт Хрущевского теперь многое здесь дает нам в качестве урока. Но и опыт всех стран Латинской Америки, и опыт Сиризы в Греции показывают, что социально ориентированная модель капитализма на периферии или в странах полупериферии может развиваться только при условии, что ее не давит, не уничтожает глобальный капитал и поддерживает кто-то извне, поскольку собственных внутренних ресурсов для развития нет. Необходим скачок к новому качеству. Этот скачок возможен, если страна очень большая за счет мобилизации внутренних ресурсов. Когда просто концентрация ресурсов в ключевых сферах дает возможность такого скачка. То есть для Индии я считал бы это возможным. Для Бразилии может быть, хотя уже с трудом. Для других стран Латинской Америки только при условии очень мощной одновременной интеграции. Но при этом необходима еще одна важнейшая предпосылка. Это сильное левое движение в странах ядра, которое парализует мощное, агрессивное, вооруженное, использующее силы тайной полиции и так далее, экономическое условно. Тоже давление со стороны США, Европейского Союза, ну и каких-то других стран. На Юго-Восточной Азии это будет Япония. И, наверное, сейчас уже Южная Корея. Это очень важный, на самом деле, вопрос-вызов. И здесь, помимо всего прочего, нужны теоретические открытия. Один из вариантов, фантастический, который я вам предложу в качестве гипотезы, это создание пространства, отказа от интеллектуальной частной собственности, такой коммунистической сети, которая существует везде и которую поэтому сложно подавить, и на базе которой могли бы развиваться страны Латинской Америки или другие страны, идущие по социалистическому пути. То есть все те интеллектуалы, кто хочет и может работать бесплатно, создавая блага, которые не являются частной собственностью, работают на эти страны. А эти страны работают на них и защищают их. Используя преимущества креативной экономики 21-го года. То есть сферы образования, здравоохранения, науки, хай-тека, информационных технологий и так далее. Куба, Венесуэла, Боливия развиваются за счет гениальных поэтов, художников, медиков, педагогов, ученых, инженеров и программистов, которые бесплатно отдают все блага человечеству, а какие-то страны выступают материальной базой для их деятельности и первыми внедряют их достижения. Ну, такая фантастическая теоретическая гипотеза, из которой, не знаю, может ли что-то вырасти практически. Но здесь есть огромное пространство для исследований. Откуда еще брать ресурсы, я не знаю. Принудительная коллективизация, голод крестьянством, насилие по отношению к третьим странам, либо китайский вариант, который ведет, на самом деле, в очень противоречивую... Идет по очень противоречивой траектории и, как мне кажется, не выведет на дорогу коммунизма. Поэтому я опасаюсь, что на эту траекторию он не выйдет. Ну, вот такие заметки на полях. Если вы ждали от профессора Бузгалина короткого пятиминутного ответа, который позволит решить все проблемы страны Латинской Америки, то, к сожалению, я вас разочаровал. Ну, есть еще одна проблема, которую в качестве постскриптума я хотел бы отметить. Я четырежды или пять раз был в Венесуэле, когда там Чавес был президентом. Мы работали над созданием университета, ну, школы планирования, по сути дела, высшего образования для экономистов и полновиков в Венесуэле. Сделали все. Выделили деньги, построили здания и так далее. Единственное, что не сработало, не смогли организовать. Это интереснейший вопрос, который тоже предстоит и внутри Советского Союза. Профессиональные бюрократы, менеджеры и технократы способны управлять современным, высоко впечатленным и, более того, уже информационным производством. Они управляют к выгоде глобального капитала и бюрократии, самих себя любимых, но они это умеют делать. Вот как обеспечить эффективное, качественное управление, это высокая творческая деятельность, одновременно коллективная и требующая дисциплины. Это тоже очень большой вопрос. Это вызов проблеме самоуправления. Проблеме, которую все пытаются решать, то есть все страны Латинской Америки пытались решать, и есть огромный интересный опыт, вначале позитивный. Особенно в сфере образования. Венесуэльские народные университеты. Интереснейший образец. Как решалась эта проблема все-таки практически. Но здесь куча всего недоделанного. Поэтому, друзья, для вас непочатый клайк работает. С чем я вас и поздравляю. Если конкретный маленький такой позитивный момент, конструктивный, точнее даже не просто позитивный, то я очень прошу Антона и Александру дать статью по статье. Может быть, заметки просто. В журнал «Вопросы политэкономии» у Саши может быть просто маленькая заметка. Параллель между Че Геварой и Хессером. Хоть одну страничку. Просто указать на это. У нас политэкономы Че Гевару не знают вообще. Это очень стыдно, но это факт. Значит, Антон, вы можете просто то, что вы говорили, то, что у вас есть диссертации, нам представить. Кстати, журнал «Ваковский» может быть чем-то будет полезно. И, Лина, у вас был очень интересный, но скорее историко-фактологический материал. Он был бы очень интересен для нашего другого журнала. Это «Альтернативы». Журнал хорош тем, что он спокойно публикует то, что уже опубликовано в академических изданиях. Но требует более публицистизированные, заостренно-социалистические обертки. То есть подача материала не академическая скучная статья, а заостренные тезисы. И, может быть, везде вот этот вопрос, о котором мы говорили. Почему рождается и почему погибает? Кстати, почему рождается, я еще на минуту вас задержу. Я на этот вопрос не ответил, но он очень важен. И он звучал в нашей среде уже не раз. Рождается, потому что, начиная с высокоиндустриального производства и империализма начала XX века, создаются действительно минимальные, но предпосылки для социалистического развития. То есть, начиная со столетней давности, вот один из наших коллег сказал, что даже с эпохи Парижской коммуны, возникает возможность движения по пути коммунизма. Но она минимальна. Точно так же, как возникает возможность движения по капиталистическому пути в каком-нибудь XVI-XVII веке, где можно уже сделать мануфактуру, но нет индустриального производства. В результате капитализм все время побеждает и все время гибнет. Лет 500 в общей сложности, ну или там до конца XVIII века все время побеждает и все время гибнет. Вот сейчас социализм находится в таком же состоянии, поэтому пугаться этого не надо. Это закономерность генериса нового общества, когда предпосылки минимально есть, а результаты нет. Извините, последний постскрипт, но мне просто с вами очень интересно, отпускать не хочется. Есть еще один момент, это роль личности в истории. Когда предпосылки абсолютно минимальны, условия неблагоприятны, политический фактор приобретает решающее значение. Вот одна из причин победы Советского Союза, это гениальность Ленина, я не боюсь этого слова, именно гениальность Ленина, и мощь интеллектуальная и социально-творческая, мощь большевистской партии, когорты вот этих, лидеров большевистских. Наличие такой предпосылки дает мощнейший импульс. Понимаете, это как, ну я не знаю, представьте себе, что сейчас в Венесуэле появится изобретатель, который создаст бесплатный работающий бесконечное количество часов, ну крайне дешевый работающий бесконечное количество часов, аккумулятор, который можно делать из деревяшек, да, ну условно говоря. Они патентуют и дальше в Венесуэле становятся, опять, гением, который очистливит все человечество. Строить социализм не так уж сложно. Вот гений Ленин, опять, что-то соразмеримое с гением человека, который придумал вот такой гениальный аккумулятор или создал какое-то гениальное новое техническое изобретение. Вот такого в Латинской Америке нет. Лидеры их политическое окружение слабы, недостаточно талантливы. Это, кстати, еще и болезнь современных марксистов. Гениев не видно, а гении нужны им. Так что становитесь гениями. Объективная необходимость в этом присутствует. Всем огромное спасибо Рафаэлю, Ольге Борошковой, Катите Салавату Ислангулову. Особое спасибо за организацию. И нашим докладчикам. Да, ну а докладчикам профтура. Молодцы. Спасибо. На этом семинар, наверное, можно считать оконченным. Спасибо всем, товарищи. До свидания.